Здравствуйте! В эфире Новгородского областного телевидения, программа «Диалог» и я, ведущий сегодняшнего выпуска, Сергей Пухачев. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 67 97 67. Звоните, задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. А сегодня у нас в гостях начальник отдела развития Центра развития туризма «Красная изба» Андрей Васильев. Здравствуйте, Андрей. Ну, естественный вопрос итоги прошедшего сезона туристического. Несколько слов на эту тему. Сезон выдался боевым, потому что туризм, конечно, тесно связан с погодой. Погода нас не баловала в этом году, но все равно и специалисты сферы туризма, и гости нашего города отстояли это лето с хорошими показателями. У нас действительно много гостей и российских, и иностранных. И что приятно, приезжают они на все более долгие сроки, потому что приезжают теперь и на неделю, и на две. Мы достаточно тесно общаемся всегда с гостями в «Красной избе». И каждый день к нам приходят для того, чтобы что-то новое узнать, куда-то еще отправиться. Поэтому и география, конечно, расширяется. Это и старая Руссия, и города, и города. И все-таки показатели вот такого знаменитого советского времени достигнут и преодолены? Нет, наверное, показателей, когда ежедневно шли турпоезда, нам не достигнуть, потому что изменился все-таки сам подход к туризму. И, конечно, гостям хочется больше, наверное, комфорта. И в этом плане нужно сказать, что Новгород в этом году сработал отлично, потому что у нас продолжают и гостиницы открываться, и все больше апартаментов очень хорошего качества. И, согласно опросам, даже лучшие в России, да, теперь в Новгороде. И, конечно, все для того, чтобы спрятаться и от непогоды, потому что новые музейные экспозиции, новые кафе, рестораны у нас открываются. И, наконец-то, побороли мы там ту проблему, которая долгое время была. Это завтраки для тех, кто с московского поезда приехал. Теперь с 6.30 можно у нас с видом на Кремль позавтракать. Поэтому вот такие... А все-таки сколько количество людей за лето? За лето? Но пока статистику я могу сказать о Красной Избе. То есть более 15 тысяч человек у нас в этом году за лето пришли в Красную Избу. Статистику по гостиницам подведут чуть попозже, по итогам уже квартала. И, что приятно, мы держимся на уровне тех показателей, которые были в прошлом году. Где-то они чуть-чуть выше, да, в какие-то там периоды чуть-чуть подспали из-за погоды. Но это очень хорошая динамика, потому что, конечно, прошлый год отмечают все туристы и все специалисты сферы. Прошлый год был не совсем показательным, да. Это был такой... Высокий год. Очень высокий, очень шикарный год для внутреннего туризма. Конечно, в этом году и в связи с открытием курортов, и в связи с меньшим курсом евро, больше гостей уезжает за границу. И вот по оценкам туроператоров, там, по тому же Золотому кольцу падение достигало 40%. То, что мы держимся и даже превосходим те уровни, которые были достигнуты в прошлом году, это хорошие результаты. Ну, простите, вот новая гостиница, которая на Ярославном дворище была открыта, я еще подивился, потому что я помню времена, когда 40% считалось нормальной загрузкой. А сейчас пытался поселить гостей, а мест нет. Вот в интуисте, например. Нет, мест у нас действительно нет, и в выходные дни практически все лето, и в рабочие дни места было найти действительно сложно. И очень хорошо, что появляются новые отели, и появляются различные средства размещения, и хостелы, и гостевые дома, и да, и вот новый мини-отель Рахманинов, который представляет уже такой более высокий уровень. И сразу есть спрос, да, несмотря на достаточно высокие цены, но при этом на хороший вид из окна, на хороший сервис в отеле находится спрос. Хорошо. А что август? Август прошел, наверное, в невиданном для Новгорода таком боевом темпе, да, потому что действительно большое количество праздников. Это и проект Спасовки, это и Спасы в музее Витаславлицы, это и фестиваль княжья Брачина в Старой Руси, которая начинала, да, этот фестивальный марафон, это и кинофестиваль Вече. И это действительно хорошая возможность для всех гостей, которые к нам приехали, не просто познакомиться с достопримечательностями города, а вот окунуться в историю в прямом и переносном смысле, потому что во всем можно было поучаствовать. И, наверное, те, кто видел фотоотчеты из княжьей Брачины и со Спасовок, заметили, да, как много детей, как много молодежи приходят для того, чтобы поучаствовать и в ратных играх, и в различных интерактивах, в таких древних новгородских играх, которые действительно, что приятно, снова становятся популярными у нас на Новгородчине. А вот я прочитал «Срывание шапок» и что-то еще. Да, «Калечины-малечины», «Закидушки», это действительно для нас большая радость, что мы смогли запустить в этом году новую программу с забавой путятишной Агафьей Мелесентовной, как раз игру-экскурсию, да, то есть предоставить людям не только историческую информацию, но еще и возможность поиграть в самые различные игры, потому что не все приезжают к нам на праздники, и сейчас закончились школьные каникулы, поедут группы детей, и, конечно, им тоже интересно во всех этих потешных дворах, сказочных полянах, скомарошких каких-то играх поучаствовать. Хорошо. Андрей, вот чтобы придать явлению объемность, а что, на ваш взгляд, ну, сдерживает, что не удалось сделать в августе или за этот сезон? Или сделали все по программе 100%? Нет, все, наверное, сделать никогда невозможно, и, конечно, здесь есть проблемы с инфраструктурой, и добираться до нас не всегда все-таки просто, да, у нас в этом году достаточно большие проблемы возникли из-за строительства дороги, да, они временные, но все равно, конечно, ну, находили какие-то варианты, потому что ехали и через Лугу, ехали и из Чудова деревнями, да, въезжая уже со стороны Москвы в Великий Новгород, но при этом есть плюсы, да, у нас появился новый поезд до Петрозаводска, и Ласточка теперь вновь можно купить билеты на сайте РЖД официальном, потому что некоторое время они продавались только в пригородных кассах и в пригородном приложении Пригород, да, и поэтому сейчас уже, конечно, гостям гораздо проще. Че маршрутки до Чудова, до Сапсанов теперь у нас каждый час из Новгорода отправляются в силу за 150 рублей, то есть, конечно, гости отмечают, что все-таки прогресс есть, да, и дальше, я думаю, что можно развиваться, здесь уж я не знаю, будут ли когда-нибудь в Новгород ходить Сапсаны, но вот уже скоро нам поменяют состав на Москву, будет он более комфортабельным. Хорошо. Андрей, вот прежде чем я все-таки хотел задать вопрос об аэропорте Подскока, вот мы все время говорим, кричевицы, кричевицы, будет, не будет, но все-таки я прервал вас о легенде Ярослава Дворища, вот все-таки поподробнее об этом проекте. Легенда Ярослава Дворища – это игра и экскурсия, как я уже сказал, мы постарались собрать тот опыт, который накоплен с 2005 года, да, и даже раньше, когда начинались все экспедиции, потому что огромная работа десятилетия велась по сбору той информации в деревнях, как играли, во что играли, и в 2005 году первые дворы появились, потешные дворы, да, так скажем, на городских праздниках. К 2009 году, к Гонзейским дням это все расцвело уже таким действительно ярким цветом, и вот наша задача была действительно сделать все эти игры доступными в ежедневном формате, да, в любой момент, когда новгородцы или школьные группы захотят прийти или гости города приедут, чтобы они смогли поучаствовать в древних новгородских играх, в закидушках, в калечинах-малечинах, в дудоре и так далее. И вот эта игра-экскурсия на Ярославово Дворище, она эту проблему решает. Теперь в любой момент вы можете прийти в красной избе или позвонить, заказать игру-экскурсию «Легенда Ярослава Дворища». Слава богу, территории у нас убираются хорошо, поэтому мы найдем место, где сыграть. А скольки до скольки? Потому что я как тут проходил, дикого движения там не видел. Игры проходят? Да. Нет, они идут по заказу, то есть мы под конкретную группу готовы сделать такую программу, и вот мы с детьми из школы-интерната номер 5 из Подбрезьи ее опробовали, и сейчас вот школьный учебный год начнется, и я думаю, что уже в ближайшие 2-3 недели мы ждем и новгородские школьные группы, в том числе, для того, чтобы познакомить их с историей города. Все-таки Ярославово Дворище не так, наверное, известно, как Кремль, а легенд и истории, связанных и с храмами, и с древним торгом, там очень много. Хорошо. Ну а все-таки кричевицы, что вы знаете по этому поводу? Я по кричевицам знаю немного, скажу честно. Планов много, да, как бы здесь, наверное, главный вопрос экономическое обоснование, потому что основные для нас, наверное, точки, куда можно отправиться, это Москва, Санкт-Петербург, но опять-таки нужно сказать, что до них теперь и поездами добраться достаточно легко, да, поэтому будет ли постоянный платежеспособный спрос, ну, здесь сказать достаточно тяжело, да. Хорошо. Ну что ж, я напомню нашим зрителям, что в гостях у нас начальник отдела развития, Центр развития туризма «Красная изба» Андрей Васильев, а в эфире диалог. Скажите, пожалуйста, вот о событиях прошедших выходных 2-3 сентября. Да, здесь нужно сказать, что вот этот темп, который был задан в августе, мы поддерживаем и в сентябре, потому что сразу несколько мероприятий, это и большой праздник «Анфим собирает друзей», в третий раз Новгородский музей-цеповедник его проводит, и в этом году благодаря Российскому историческому обществу и Фонду наследия России праздник стал бесплатным, и действительно большое количество новгородцев и гостей города пришли 2 сентября в Кремль, в южную часть, для того, чтобы на более чем 40 площадках также познакомиться с самыми различными игровыми программами и историческими программами, причем от музеев не только Великого Новгорода, но и регионов России, потому что «Анфим собирает друзей», это еще и большая конференция музейная, куда приехали представители почти 30 регионов, для того, чтобы обсудить, как работать с детьми, как организовывать именно интерактивные программы, потому что, не секрет, это сейчас, наверное, самое быстроразвивающееся направление в туризме в целом. Не имеющее права на развитие ходить. Да, да. Уж очень долго у нас экскурсия рассматривалась как мероприятие научное, и дети ходили по струнке, и совсем недавно стал развиваться вот этот интерактив и все прочее. Но есть, правда, и пределы. То есть, наверное, нельзя превращать и русскую историю, и новгородскую в попсу, как говорят историки, некоторые сердятся. Как вы относитесь к этой проблеме? Превращать нельзя, безусловно. Поэтому интерактивом и занимаются люди, которые имеют и историческое образование, и зачастую образование психологическое, потому что интерактив, в отличие от экскурсии, вообще достаточно сложная вещь. Потому что очень по-разному относятся к ней и взрослые, и дети. И если там взрослые, многие, да, мнят там себя достаточно серьезными людьми, чтобы во что-то играть, хотя и с ними потом удается найти общий язык. Но и у детей, особенно в переходном возрасте, если мы говорим о школьниках, да, очень могут быть чувствительные моменты во время самых различных игр. Поэтому это тяжелая работа, и в Новгороде, надо сказать, ей занимаются профессионалы. Без всякого сомнения. Ну, осень. Что нас ожидает осенью? Осенью нас ожидают вновь праздники. Это и уже на следующей неделе. То есть когда мы будем работать? У нас сплошные праздники положатся. У нас есть будни для этого. А по выходным можно отправиться в центр города, можно отправиться и в Витославлице, для того, чтобы погулять, посмотреть. А 10 числа уже на следующих выходных у нас праздник лошади в Витославлице, день Флора и Лавра. И действительно большая обрядовая традиция, которая связана с лошадьми, которая связана уже с осенним урожаем. Все это можно будет посмотреть. Я думаю, что интересно будет и детям, и взрослым, потому что каждый год какие-то новинки музей Витославлицы предлагают, для того, чтобы и постоянным посетителям было не скучно еще раз поучаствовать. Также и традиционный, и любимый уже многими праздник капустки. 8 октября он в этом году состоится. А, 10 сентября. 10 сентября и 8 октября капустки. Это, наверное, один из самых популярных, может быть, с Новым годом, если сравнивать, праздников вообще в календаре народном. Капусте вся сила, конечно. Да, и поэтому приезжают к нам гости из Санкт-Петербурга и из Москвы, многие не по одному разу, для того, чтобы действительно в этом празднике поучаствовать. И новгородцам советую тоже не пропустить все это посетить, тем более, что еще и угощения, как всегда, ожидают всех посетителей праздника. Ну, а потом целый месяц нас ждет праздник новгородской кухни. Это шестой гурмофестиваль «Великий Новгород». И в этом году с 8 октября по 12 ноября мы вновь будем выбирать лучшее новгородское блюдо теперь уже 2017 года. В прошлом году лучшим блюдом стал беркский купеческий обед с медвежатиной. Ну, а в этом году сразу 9 ресторанов также решили побороться за это почетное звание. Ну, какое-то емкое одно название есть в одно слово? Там «Октофест» нет? Ну, сам конкурс называется у нас «Новгородское застолье», потому что гурмофестиваль по традиции теперь уже состоит из двух частей. Из русского новгородского застолья и дней национальной кухни, которые пройдут, как всегда, в ноябре, с 9 по 12 ноября, куда уже приедут иностранные повара. А пока вот этот месяц новгородцы смогут попробовать и бифстроганов из телячьих хвостов, и колью из осетрины, и северного осетра такое тоже интересное. А где это будет происходить? Это будет происходить в новгородских ресторанах у нас в этом году. Каждый раз отдельно, в разном? Нет, целый месяц все рестораны, 9 ресторанов в данном случае, будут готовить вот это вот одно фирменное блюдо. То есть можно прийти и сказать, вот я хотел бы... Да, прийти, заказать именно это блюдо, потому что на все блюда действует специальная фестивальная цена, плюс ко всем блюдам предлагаются бонусы, будь то яблочный квас или коктейль новгородский мул, например, или настойки, наливки домашние. Поэтому действительно можно прийти всей семьей, в этом году еще и безалкогольные бонусы, так скажем, разработали все рестораны. Так что и для взрослых, и для детей будет интересно попробовать такие необычные блюда. Ну и надо как-то высказаться или что? Да, а потом зайти в официальную группу гурме фестиваля ВКонтакте и проголосовать за понравившееся блюдо. Зайти уже можно сейчас, потому что уже появилась информация, плюс проводятся розыгрыши. Сейчас у нас, например, проходит розыгрыш, и победитель его, которого мы определим завтра вечером, сможет пойти на закрытую презентацию бифстроганов и сливочных селячьих хвостов. Но ведь прежде чем голосовать, надо же попробовать все. Да, но можно начинать. А целый месяц для этого. Если раньше у нас гурме фестиваля всего 4 дня, то теперь целый месяц впереди. Так что я думаю, что... А какого-то заключительного, где просто кусочек попробовать, как-то зайти, так не будет, нельзя? Нет, такого, наверное, не будет. У нас будут дегустации от партнеров, от новгородских производителей. Это и Медовый дом, и, конечно, наш генеральный партнер, это новгородские беконы, группа компании Адепт. Они будут проводить в рамках фестиваля свои дегустации. А в рестораны нужно будет прийти и попробовать те блюда, которые они предлагают. Но это, наверное, задача нашего фестиваля, и рестораторы с нами согласны. Поэтому цены действительно все опустили ниже стандартных. И плюс с хорошими бонусами эти походы будут действительно выгодными для новгородцев. А напитки тут не участвуют? Нет, напитки не участвуют. Напитки идут бонусом к этим блюдам. Поэтому здесь уж каждый выберет для себя то, которое ему понравится больше. Что будет происходить в конце года, ноябрь, декабрь? В ноябре у нас еще по традиции, конечно, фестиваль камерных спектаклей по произведениям Федора Михайловича Достоевского. И он пройдет по традиции в двух городах, и в Великом Новгороде, и в Старой Русси. Поэтому будет возможность и повод и у новгородцев съездить в Старую Руссу, в город-курорт, посмотреть, как он изменился, и какие еще изменения его ждут. Поэтому путешествовать по области тоже интересно. Там должна быть новая экспозиция по братьям Карамазовым, она откроется уже к этому времени. У нас есть поводы путешествовать по области, потому что недавно 80 лет исполнилось Любытинскому краеведческому музею. И, наверное, это хорошая возможность заглянуть еще раз в славянскую деревню X века. Один из самых интересных музеев на Северо-Западе, как говорят эксперты из Москвы и Петербурга, потому что там действительно также история оживает. Причем история самая древняя, да? Да, да. X-X веков. А насколько все-таки ваши усилия способствуют увеличению туристического потока? Считали, прикидывали, может быть, это все относительно зря? Он и так может расти? Это не зря, это не зря. Сам он, наверное, расти не будет, потому что только сегодня читал интервью. То есть конкуренция большая, да? Да, конкуренция большая. И главное, как сегодня сказал эксперт, сделать так, чтобы туристу было просто. Просто найти информацию, просто добраться. Потому что как иностранцы немножко боятся ехать в Россию, так и у россиян есть, конечно, определенные... Ну, вообще раньше путешествие осматривалось как наказание. То есть это было тяжело в России путешествовать, везде проблемы, начиная, ну, сами знаете, вокзал... Вот и сейчас у многих есть опасения, да? И наша задача, как туристского информационного центра, эти опасения снять, поэтому и на сайте в любой момент можно задать вопросы, да? И работает круглосуточная справочная служба для того, чтобы человек чувствовал себя надежно, да? В Великом Новгороде, для того, чтобы там от того момента, когда он сядет за компьютер у себя дома, его постоянно кто-то сопровождал и на все вопросы мог ответить. Поэтому в этом плане нам, конечно, легко, потому что мы все находимся в одном здании, все все слышим, поэтому любые вопросы туристов, возникающие быстро, там, проверяем, правим, правим на сайте. То есть онлайн вы отвечаете на любые вопросы и так далее? Да, конечно, поэтому в онлайн-режиме можно действительно на все вопросы ответить и всем помочь. А как часто и какие именно вопросы задают? Вопросы задают самые разные, да? Конечно, основное, это какие-то экскурсионные программы, но и помощь с выбором отеля, помощь с выбором ресторана, потому что выбор действительно сейчас большой, и поэтому хороший совет подобрать что-то для семьи, что-то для семейной пары. А претензии какие высказывают? Претензии бывают и по качеству обслуживания, конечно, и по инфраструктуре, потому что не все у нас, да, там где-то дорожки, где-то велодорожек не хватает, но при этом работаем у нас, для этого и существует... Ну что ж, будем надеяться, что претензий будет меньше, а туристов больше. Спасибо вам за разговор. Приходите к нам пощаще, рассказывайте о туристической привлекательности нашего города. Всего хорошего, дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Это был диалог, смотрите нас по будням в 19.20. Всего хорошего. Всего доброго.